Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов и директор муниципального учреждения дирекция парков городского круголюберца Алексей Александрович Орлов, который летом был уже в нашей программе. И вот сегодня уже зимняя версия нашего разговора. И не просто с директором дирекции парков муниципального учреждения, а с депутатом. Здравствуйте, Алексей Александрович! Добрый день! Ну, вас можно поздравить, хотя вроде как много времени уже прошло. Но всех молодых депутатов, вы же первый раз пошли, мы всем задаем вопрос, почему решили этих депутатов? Заставил кто? Нет, это мое личное решение. Я считаю, что приносить пользу нашему обществу, городскому кругу люберца, и там, где я живу, там, где живет моя семья, мой ребенок, делать для людей, естественно, в силу своих возможностей, еще общественную деятельность. Это очень хорошо, когда есть желание, возможности. Вот было принято решение. Кстати, семья не возражала, потому что депутаты, это же фактически вообще отрыв от семьи. Да нет, жена поддержала. А, ну все, это главное, это главное. Хорошо. И как проходила избирательная кампания? Потому что вы же, одно дело, когда вы, ну, как чиновник работаете, да, занимаетесь парками, понятно, что опыт у вас наверняка есть, общение с, ну, скажем так, людьми, которые очень четко следят там за порядками, я имею в виду за парком, за благоустройством и так далее. А другое дело, когда еще круг расширился, да, масса вопросов, вот как проходила избирательная кампания, и какими вы увидели наказы избирателей тогда? Ну, избирательная кампания у нас была достаточно длительный период. Естественно, было много встреч, а мы, скажем так, избрали такую тактику, что прямой контакт с жителями, выходили во двор, общались непосредственно со старшим поколением, с молодежью на детских площадках, во дворах, встречались с обществом ветеранов, инвалидов, общались, чтобы в целом внутри понять проблемные вопросы, которых интересуют наших жителей в первую очередь. И чем мы именно, может быть, полезны, как мы можем повлиять на эти процессы, что-то решить, кому-то оказать точечную поддержку, помощь и так далее. В таком ключе проходила избирательная кампания наша, она завершилась успешно. Мы услышали много наказов от жителей, как в свой адрес, так и в сторону администрации. И уже 11 сентября, после подведения итогов выборов, естественно, мы приступили к своим непосредственным обязанностям. А вот, кстати, сейчас мы поговорим, конечно же, о как проходит ваша уже депутатская работа, все-таки для вас это новое такое поприще. Вы уверены были, что победите, или все-таки было какое-то сомнение, какое-то переживание? Просто как понять, как вот человек, вчера не депутат, а сегодня депутат? Естественно, на тот момент, когда я принял такое решение, что пойти попробовать свои силы на выборах, пообщавшись с жителями, уверенность изначально, то есть я такого придерживаюсь мнения, что если ты не уверен, то лучше не делать. Лучше не делать, да. Но пообщавшись на предприятиях, во дворах, в сообществах, в обществах, то есть поддержка жителей, их отношения не была отторгнута, то есть я себя, в принципе, чувствовал уверенно достаточно. То есть было ощущение, что все идет к правильному финалу? Да, да. Хорошо, и вот прошли выборы, отгремели фанфары, теперь приходит время работы. Я так понимаю, что часть наказов, как вы сказали, скажем так, общегородского округа, да, как формата, то есть вы, наверное, их как-то отдали в какой-то такой общий котел. Есть, наверное, наказы, которые вы забрали во время предвыборной кампании, и какие-то новые появились. Вообще вот эта система наказов, как это работает? Потому что сегодня у некоторых, ну, скажем, не особо продвинутых в плане депутатства людей, есть такое четкое мнение, что да что, какие там наказы, никто там нас не услышит, и никто там нам ничего не сделает. Вот что бы вы таким людям сказали? Я скажу, что это не так. Все депутаты, я уверен, что слышат жителей. Житель всегда прав, есть просто несколько мнений у каждого, оно может быть. Не всегда оно, допустим, может быть правильное, но мнение жителей всегда... Дискуссионное может быть, да. Абсолютно, да. В процессе общения, диалога, естественно, можно всегда прийти к общему знаменателю. И в первоочередной все-таки житель, депутат и орган местного самоуправления и дальше, все-таки вот депутат является связующим таким звеном, который представляет интересы в первую очередь населения, а уже в структурах и власти. Потому что многие жители, это больше, наверное, старшее поколение наше, есть какие-то вопросы, и они зачастую не решаются по таким моментам, что не знают, как правильно, куда зайти, какое обращение написать, как его составить. Казалось бы, вопрос элементарный, но вот эти вот нюансы, естественно, не позволяют прийти к результату. Мы это все аккумулируем у себя, естественно, собираем эту информацию, помогаем в этом плане, взаимодействуем плотно с администрацией, с заместителями, глава администрации, с главой городского округа Люберца непосредственно. И все эти моменты, естественно, совместно решаем. Хорошо. Ну, а сейчас, я так понимаю, у вас есть и по закону, и по необходимости, возможность встречаться с людьми, вот где вы проводите свои встречи, как вы их проводите, пользуетесь вы только личным приемом, или, как у нас сейчас принято говорить, онлайн, и другие способы общения с избирателями существуют? Да, у меня есть, естественно, в течение месяца два дня приемных. Это они проходят в общественных приемах городского округа Люберца в поселке Томилино. Один на улице Пушкина в территориальном управлении администрации. И второй – это на улице Гоголя общественная приемная. У нас там второй и четвертый вторник каждого месяца. Также мой контакт личный размещен в социальных сетях. Есть электронная почта также личная, на которую жители обращаются, записываются на прием. Если необходимо, это в промежутках между встречами, которые официально запланированы, приемные дни. Естественно, мы выезжаем, не дожидаясь этих дней, и в адрес точечно, и на территорию, там, где есть проблемы. Либо где-то мы видим сами проблему. Мы, естественно, не дожидаясь посылы со стороны, стараемся на упреждение предотвратить какие-то моменты, либо вмешаться в какой-то процесс, чтобы он был более правильный, конструктивный, прозрачный, что волнует жителей. А вот вы говорите все время «мы», 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 «мы». Кто это «мы»? У нас, я считаю, это команда депутатов, потому что это все-таки, помимо единоличного каких-то решений вопросов, мы все-таки один общий совет. Каждый депутат, скажем, занимает какую-то должность, какое-то направление, на чем-то специализируется. Отвечает как бы. Отвечает, да, за это. И есть у нас в сайте депутатов комиссии депутатские, которые отвечают также по направлениям. Вы, кстати, в какой комиссии? Я нахожусь в двух комиссиях. Это по бюджету и по благоустройству, экологии городской. Ну, очень хорошо. Запланировали и сразу же освоили. Вот. Поэтому это все-таки больше командное такое мероприятие. Да, работа. Взаимосвязь в совете между депутатами. Ну и конкретно мы избирались по шестому избирательному округу. Там у нас четыре депутата. Мы отвечаем непосредственно за блок Томилина. Ну и, естественно, и в рамках городского округа Виберса в целом. Поэтому я и говорю, что мы как команда. Понятно. Ну, я так понимаю, что сейчас налаживается еще связь, скажем так, с активными или с активами домов, всевозможных дворовых территорий. Люди, которые активно участвуют, которые знают, как решать вопросы и так далее. Вот. И еще такой вопрос. А как вас приняли молодого депутата в первый раз в совете? Тем более, что там же есть уже бывалые ветераны, можно сказать, депутатского движения. Вас приняли абсолютно нормально, потому что, ну, скажем так, для многих я, для большинства, наверное, человек не новый. То есть многие меня знают в плане моей трудовой деятельности, общественных мероприятий. Мы тесно взаимодействовали со многими. Поэтому я, скажем так, новым человеком, в принципе, не стал для них. Просто в рамках... Добавилась полномочия. Добавилась полномочия в рамках депутатской деятельности. Ну, мы во второй части поговорим, кстати, и о вашей основной работе. Потому что когда о парковой работе не поговорить, как ни зимой. Тем более, что у нас все равно грядут новогодние события, какие-то будут все-таки элементы празднования Нового года. Но еще один такой вопрос. К вам уже обращались люди вот с какими-то проблемами конкретными? Вы говорите, что иногда просто на уровне документа. Не боятся сейчас избиратели идти к своему депутату? Или все-таки ищут пути решения какими-то другими способами? Обращались и обращались на момент предвыборной кампании, еще будучи кандидатом. Многие вопросы были решены даже до момента, когда был непосредственно день голосования. Ряд вопросов снимался. В данный момент мы также активно взаимодействуем с общинами инвалидов, с ветеранами, с управляющими компаниями, с советами домов. В данный момент мы также, скажем, взяли шество над семьями мобилизованных. Это в настоящий момент очень такой важный момент в нашей деятельности. Поддержать людей. Нет, люди обращаются. Я не скажу, что там есть какое-то у них опасение. Потому что мы предельно открыты. Открыты и прозрачные. Понятно. Ну что ж, сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях депутат Совета депутатов Алексей Александрович Орлов. И во второй части говорить будем мы уже о парковой деятельности. Но, естественно, тоже периодически через депутатскую призму. Так что дождитесь. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях директор муниципального учреждения, дирекция парков городского округа Люберцы, депутат Совета депутатов Алексей Александрович Орлов. В первой части мы говорили о его первом, кстати, таком депутатстве. И понимаем, что работа вроде как уже и время. Довольно много прошло после того, как миновали выборы. Но, тем не менее, мы вступаем в эпоху зимних таких долгих, продолжительных, сложных, прямо скажем, дней. Я имею в виду и с точки зрения погоды, и с точки зрения какого-то общего, что ли, настроения. Ну да, есть новогодние праздники, но все равно зима есть зима. Вот первый вопрос. Давайте мы еще оттолкнемся от депутатской. Вот влияет время года на работу депутата? Какие-то появляются новые специализированные задания, наказы? По большому счету, я считаю, что не меняются. В принципе, интересующие вопросы в течение всего года у жителей могут быть примерно одинаковые. Касаемо содержания, а не зимой и летом могут быть вопросы. Зимой и летом одним цветом, да? Касаемо каких-то личных вопросов, либо общественных, что, в принципе, не я считаю, что не влияет. Ну, я имею в виду, что сейчас, например, там тепло, очистка дорог, вот это же у нас бытовая такая проблема. Я так понимаю, она решается на общей таком депутатском уровне, потому что, ну, сейчас вроде еще с погодой, ну, кто знает, вдруг в один прекрасный день столько снега выпадет. И сразу же первая проблема, что не справляемся с уборкой снега. Ну, по временам года, конечно, эти моменты особенные возникают. Да, это в первую очередь зимой, это очистка снега, тепло в домах. Поэтому зима уже все равно не приходит у нас внезапно. Все коммунальные службы к ней готовятся. Это все ресурсо-набжающие организации, начиная от подготовки коммунальной техники, закупка противогололедных средств, формирование штата сотрудников. Вот, поэтому... Ну, то есть она практически круглый год идет, да, то есть такой остановки нет, все расписано. Потому что в любую зиму, мне кажется, даже в самые теплые бывают холодные дни, и в самую холодную зиму бывают, слава богу, теплые. Но теперь поговорим все-таки о вашей еще и непосредственной профессиональной деятельности. И тут тоже слово «зима» присутствует, потому что парк летом – это одно дело, куда все стремятся, где птички поют, где выкрашены лавочки, там, я не знаю, по-новому выстроены, скажем так, локации всевозможные, которые сейчас модны в таком европейском стиле. А другое дело – зима, когда, опять же, надо чистить эти лавочки, чистить снег, и, тем не менее, люди в парк с удовольствием ходят зимой. Как вообще вы, как директор дирекции парков, оцениваете, вот посещаемость зимой, она резко падает, или можно соответствовать летней? – Посещаемость частично, конечно, падает больше в будние дни. В выходные дни посещаемость примерно остается в тех же цифрах, как и летом. Ну, с незначительным там спадом. Понятно, что все зависит, в первую очередь, от погодных условий. Но когда средняя температура у нас, естественно, на минус зимой есть, люди с удовольствием идут в парк, прогуливаются, детишки катаются на аттракционах, на санках. У нас в каждом парке проходят мероприятия, особенно это выходные дни, потому что более программа расширенная. Потому что и дети, и люди хотят какой-то, скажем так, современный, по-моему, движухи. – Движухи, да. – Да. Мы стараемся сделать максимально комфортное их пребывание в наших парках, потому что это, в первую очередь, наше лицо. И если мы не будем жителям давать, скажем так, ту эмоцию, ту привлекательность парковой территории, то они туда и ходить не будут. – Ну, я так понимаю, что вот мы летом, когда встречались, речь шла о перезагрузке, которая уже давно, в принципе, продолжается, вот этого паркового хозяйства. Почему? Потому что сегодня действительно раньше, на мой взгляд, конечно, всегда был запрос на отдых, в том числе и в парке, но это рассматривалось так как второстепенно. А сейчас вот это как необходимость, потому что нам же еще нужно сдержать, в хорошем смысле слова, чтобы никто не уезжал в ту же субботу и воскресенье, вплоть до того, чтобы пробки не создавали, а гуляли здесь, в наших парках, которые тут тоже имеют место быть. Вы сказали, что существует программа. Вы ее визируете, вы как-то с кем-то ее обсуждаете. Кстати, у вас есть какой-то штат сотрудников, которые, ну, понятно, летом одна программа, зимой другая, сейчас начнется уже, в принципе, такое новогодняя, предновогодняя пора. И, кстати, постновогодний, но фактически там до крещения, да, у нас будут идти всевозможные. И само крещение тоже мероприятия. Вот как строится эта работа? То есть она же не только, ну, бизнесовая, скажем так, она же еще и творческая. Безусловно, у нас в штате есть штат сотрудников, который отвечает за культ массовый сектор. Организация всех мероприятий, они прорабатываются как минимум на текущий месяц планово, в планном режиме, минимум за неделю все афиши анонсируются в наших социальных сетях, на информационных стендах, в пабликах наших. Доносим это до жителей информацию. Также мы взаимодействуем непосредственно с нашим культурным блоком, это комитет по культуре городского прогреберца. Они свои мероприятия показывают в наших парках. Спорт также выходит в наши парки, проводит мероприятия, соревнования. Долголетие. Активное долголетие, да. Это, кстати, тоже очень важная история в настоящий момент, потому что старшее поколение в настоящий момент хотят заниматься как спортом, так и творчеством, потому что достаточно количество свободного времени, и мы максимально пытаемся разнообразить, в том числе в наших парках, их деятельность. У нас проходит для активного долголетия и танцевальные дни определены, и там... Как в старые добрые времена. Да, и скандинавская ходьба, и суставные гимнастики, и различные мастер-классы, показы фильмов в наших помещениях, которые находятся в парках, где они могут и попеть, и пообщаться, и попить чайку. Все это у нас есть. Работают. Ну вот сейчас Новый год, какая-то программа уже готовится. Будут какие-то елки, хороводы будут водить где-нибудь? Да, 1-го числа у нас по всей Московской области и, конечно, в городском округе Люберцы у нас был единый день зажжения всей иллюминации и открытия всех елок, которые у нас в городском округе Люберцы установлены. Часть иллюминации еще непосредственно в работе, но, я думаю, в коротчайшие сроки эта работа будет завершена. Уже старт дан. Мероприятия на текущий месяц запланированы, они проводятся в парках. Непосредственно на новогодних каникулах, которые будут мероприятия, мы еще, скажем так, планы верстаем, что-то добавляем, что-то обговариваем, обсуждаем. Все, что будет проходить в новогодние праздники, это, естественно, будет заранее анонсировано, жителям представлено, чтобы каждый из наших жителей и гостей нашего округа, в том числе, могли прийти в выходные дни. То есть в парках скучно не будет? Не будет. Не будет скучно. Команда молодая у вас вообще, которая работает? Или это... Как вообще подбирается коллектив? Средний возраст штата культорганизаторов у нас до 35 лет. Потому что это более, скажем так, активные моменты, больше энергии. Идеи всякие. Идеи разнообразных, да. Штат именно культорганизаторов у нас молодой. Ну, вернемся к депутатской деятельности, потому что движемся мы уже к финалу нашей сегодняшней встречи. Правильно я понимаю, что парковая составляющая, как ни странно, она тоже полезна вам работе, потому что это же запрос населения на очень важный момент, на отдых, да, или, скажем так, на ту самую среду, о которой я частично говорил. Потому что ведь раньше как было всегда, вернее, многими город использовался просто как вот, ну, как спальня, да. Человек приехал, отдохнул и поехал дальше. Либо отдыхать, либо работать. Вот вы сами здесь живете, живет ваша семья. А сколько вы считаете сейчас, жители городского округа Люберцы уже выбирают отдых, прогулки у себя дома, в своем конкретном регионе? Или все-таки по-прежнему поехать в Москву, провести там день и поздно вечером вернуться домой? Ну, я как житель округа больше времени лично провожу, конечно, здесь. У нас много, достаточно парков находится в округе, которые благоустроены. Есть направленность разная, как для, скажем, тихого отдыха, прогулок, так и для более активного отдыха с аттракционами, вот, с мероприятиями. В виде разнообразия, конечно, жители выезжают в Москву, вот, но я считаю, что большая часть жителей нашего округа, естественно, в настоящий момент ходит именно в наши парки. Потому что, если мы говорим о посещаемости парков в год, то это порядка миллиона человек, что он проходит за весь год во всех парках нашего округа. Вот, поэтому у нас Наташинский парк является, входит в пятерку самых посещаемых парков городского, не только городского округа Люберцы, а Московской области. Да, по посещаемости, да. Поэтому все-таки наше население привыкло к своим местам. Естественно, когда даешь, анонсируешь какие-то мероприятия, привлекаемость, парков возрастает, и жители хотят, у них появляется интерес, пойти посмотреть, когда там что-то есть активное. Хорошо. А рассматриваются еще какие-то новые варианты появления каких-то новых парковых территорий? У нас же большие дома, строятся жилмассивы, депутаты, ваши коллеги приходили и рассказывали там о разных проблемах. То есть, или пока вот устоявшаяся парковая зона, с которой так нужно еще работать? Которые территории у нас в настоящий момент благоустроены. Понятно, что мы ежегодно проводим какие-то работы по обновлению всех элементов. Непосредственно у нас разработан в настоящий момент проект реконструкции как раз вот Наташинского парка, который будет в плановом режиме реализован в 2023 году. Это совсем новая территория в поселке Октябрьском, это лесопарковая территория площадью 115 гектар. Тоже разработана концепция, прошла все художественные советы, экспертные советы, обсуждения с жителями прошла. И будет реализовано также в 2023 году, приступят уже к реализации самого проекта парка. Жители очень ждут. Это будет такой масштабный проект. В дальнейшем, на последующие годы у нас также есть планы по реализации ряда территорий, по их благоустройству. Поэтому мы ежегодно эту работу проделываем, прорабатываем с министерствами. То есть парковизация продолжается? Да. Продолжается. Хорошо. Алексей Александрович Орлов, директор муниципального учреждения дирекции парков городского округа Люберцы. Ну и с 2022 года теперь уже депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Желаем вам хороших, исполняемых и выполняемых быстро наказов избирателей. Ну и, конечно, успехов в вашей парковой деятельности. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»